Здравствуйте, дорогие мои друзья! Судя по комментариям вашим к нашему последнему видео, всех очень интересует вопрос, действительно ли Израиль открыт для въезда российским туристам с 15 ноября. Вот я решила сделать такой небольшой спецвыпуск, которым дам вам самую точную, самую проверенную информацию по этому поводу. Итак, действительно, Израиль признал спутник. Израиль признал спутник, и туристам, которые имеют сертификат о прививке спутникам с 15 ноября в составе групп организованных, открыт въезд в Израиль. Но по прилете каждый турист должен будет сдать сирологический тест прямо в аэропорту Бен-Гурион. И если антител у него недостаточно, то его возвращают обратно. Тут сразу возникает огромное количество вопросов, не только у нас с вами, но и у дипломатов российских, которые этим занимаются. Техническая сторона вопроса. Во-первых, как известно, антитела – это абсолютно индивидуальная вещь. И у человека, привитого даже полностью спутником или любой другой вакциной, даже у человека, переболевшего ковидом, может оказаться недостаточно антител. Потому что это личная реакция иммунной системы и организма человека. Тут предсказать ничего нельзя. А здесь на карту поставлена поездка, заплачены огромные деньги за поездку. И вопрос, за чей счет будет осуществляться возвращение на родину, что тоже, опять же, за счет туриста. То есть никто ему даже деньги за билет не вернет. Скорее всего, да. Скорее всего, так. Скажу вам, что депортациями Израиль славится. И славился ими еще задолго до пандемии. И российский МИД не раз писал серьезные заявления. И даже, по-моему, ноту протеста писали как раз-таки после случая в моей группе, когда была беспрецедентно задержана девушка. Две девушки, по-моему, их было, да, на 6 часов. И потом депортированы без вообще объяснений, без ничего. Они подняли страшный скандал, естественно. И вот, собственно говоря, была даже нота протеста с российской стороны. Объясню. При влете в Израиль еще до ковида нужно было проходить собеседование со службами безопасности. Для кого-то это ограничивалось тремя секундами, а вот некоторых задерживали на дополнительную беседу. Вот тебе прилетает группа, вот я скажу вам честно, особенно последние лет 5 работой, вот до ковида, ну, значит, с 2015 года, да, там, по 20-й практически ни одной группы не прилетало, а я работала в режиме каждую неделю. Соответственно, каждый понедельник у меня был прилет, да, новые группы. Ни одной группы у меня не было, чтобы 4-5 человек не задержали на дополнительное собеседование с службами безопасности. Как это происходит? Люди выходят к тебе в аэропорту, а у тебя по списку там вот 48 человек, не знаю, у тебя пятерых или четверых или троих нету. Ты начинаешь им писать смс-ки на телефоны, да, у гидов обычно есть список телефонов от туркомпании, они тебе говорят, нас задержали, паспорта отобрали, мы сидим, люди, как правило, жутко напуганы, естественно, в стрессе, и это задержка на 2-3 часа, а иногда на 5-6 часов. Потом уже от туркомпании у нас даже были инструкции у гидов, что если задержка более 2-х часов, ты забираешь группу и уезжаешь по программе, а туркомпания потом приезжает там на микроавтобус или на легковушке и забирает этих задержанных, ну, если их не депортировали, да, то есть это был кошмар вообще еще до всего, а сейчас тем более, так вот, и тогда их возвращали за свой счет, то есть человек просто потерял всю поездку и билет туда-обратно. То есть вот такой ужас был, и я думаю, сейчас будет точно так же, с чего вдруг авиакомпания, ну, подумайте, да, будет брать на себя такой риск, и если тебе сериологический тест не удался, то возвращать тебе деньги за билет, я думаю, никто не будет. Соответственно, это связано с расходами на тест, за свой счет его надо делать, а в Израиле все у нас стоит очень дорого, особенно все, что связано с медициной, да, плюс потери денег за поездку всю, плюс нервы безумные и, ну, унижение как бы человеческого достоинства. Человек ехал отдыхать или там в паломничество ехал, да, и вот такой облом, как говорят, это очень-очень болезненно. Так что поэтому, видите, вроде получается, подарили подарок, отобрали его обратно. Кроме того, в Израиль сейчас запрещен въезд туристам из красных стран, а Россия, как заявил наш министр туризма, почти стопроцентно будет внесена в список красных стран по данной ситуации с ковидом в России, да, и, соответственно, в принципе, пока вообще, скажем так, решение принять спутник еще юридически не оформлено. Израиль его принял, но юридически не оформил. Вопрос с сирологическим тестом не отменяется. Израиль сказал так, сирологический тест будет отменен тогда, когда спутник признает ВОЗ, вот это вот, да, Всемирная Организация Здравоохранения. Вот тогда тест будет не нужен, а пока он нужен. И, соответственно, вот получается, что это решение, оно как бы есть, но по факту его нет. То есть оно неисполнимо по причине теста, по причине того, что вообще сейчас Россия в списке красных стран, скорее всего, войдет, сказал министр туризма, значит, это уже вопрос решенный. То есть все это отодвигается на несколько недель, а может быть и месяцев. Кроме того, я хочу поделиться с вами своими мыслями, почему такие меры, почему Израиль так поступает и своими прогнозами. Ну, насчет того, почему Израиль так поступает с россиянами, и вообще с спутником, ну, тут, конечно, несколько причин. Первая причина чисто политическая, потому что Израиль слушает старшего брата, то есть Америку, а Америка это немножко другое чудо-лекарство, да, конкурирующее. Соответственно, поэтому вот понятно, что они пытаются всяческими силами его не признать. С другой стороны, Израиль заинтересован в хороших отношениях с Россией, и поэтому он вроде бы как его признает, но не признает. Понятно, да, такая игра, типичная дипломатическая игра. С другой стороны, в России, я это знаю уже не по газетам, а от людей знакомых, сертификат можно купить, да, и, соответственно, Израиль не хочет тут как бы, да, получить граждан, которые на самом деле лекарства-то никакое не приняли, бумажку купили. Но тут, конечно же, есть способы это преодолеть бесспорно. Во-первых, Израиль может, например, решить, что они признают сертификат только какого-то определенного образца, там, государственного, я не знаю. Ну, да, тут можно что-то найти, какой-то QR-код или штрих-код только признают. Если ты его, это уже не подделаешь, да, то есть если ты его не получил, то по бумажке тебя просто так не пустят. Нужна бумажка именно, допустим, с QR-кодом или с штрих-кодом. То есть это уже технический момент, но вот я думаю, причины в этом есть тоже. И вот таким образом, какие прогнозы? Ну, я думаю, что очень многое сейчас будет зависеть от эпидеологической ситуации в России. То есть если ситуация с ковидом, количество заболевших станет снижаться, то тогда и дипломаты смогут, как я понимаю, активнее все это проводить. Правильно? Пока вообще речи нет, потому что просто-напросто Россия вот на днях будет в списке красных стран. Соответственно, возобновление паломничества, если и наступит, как мне кажется, если ситуация с ковидом улучшится в России, паломничество возобновиться может, если дипломаты решат технический вопрос вот с этими вот сертификатами, и, наконец, если ВОЗ признает спутник. А в интернете, в статьях, в таких серьезных изданиях пишут, что, в общем-то, решение уже, как говорится, вот-вот. Оно уже в последней стадии обсуждения, так что очень может быть, что ВОЗ скоро признает вакцину эту, и тогда, собственно говоря, двери будут открыты российским туристам. Пока к нам в страну могут въезжать европейские туристы. В общем, туристы привиты вакцинами, которые признаны ВОЗ. Там целый список вакцин, да, можно посмотреть это в интернете. И вот эти туристы могут к нам приезжать. Без вакцины по-прежнему можно приехать к родственникам, но тогда нужно сдать ПЦР-тест и две недели отсидеть карантин. Соответственно, для туристов этот вопрос нереальный, потому что в Израиле очень дорого стоит проживание, питание, содержание туриста. И невозможно, никто не будет платить лишнюю там тысячу, две тысячи долларов за две недели, чтобы отсидеть, а потом еще путешествовать. Это очень дорого. Да и глупо приехать в страну и две недели просидеть в гостиничном номере. Конечно, никто этого не захочет. Тем более на этом основании впускают только к родственникам. Да, вот так можно въехать только к родственникам. Если у тебя есть родственник, и он тебя пригласил, ты можешь по прилете ПЦР-тест, потом две недели карантин в доме у родственника, и все. Турист так въехать не может. И туристы, даже приезжающие к нам, вакцинированные правильными лекарствами, признанными, приезжающие к нам из Америки и Европы, могут приехать только в организованных группах. Вакцин должно быть две, если вторая была сделана менее полугода назад. Если вторая была сделана более полугода назад, то три. Вот такие условия. Уже Министерство здравоохранения поспешило разработать наказания для нарушителей. Наказания очень жесткие и немножко абсурдные. Объясню почему. За поддельные сертификаты вакцинации будут лишать права на въезд в страну на пять лет. Соответственно, нормальный сертификат о вакцинации спутником они не признают, а за поддельный сертификат они наказывают. То есть, как бы, да, очень как-то странная такая логика, но, наверное, кому-то понятная. Кроме того, за нарушение карантина туристами, если вдруг он ему нужен, да, если вот он прилетел к родственникам, за отказ находиться в карантине, если есть симптомы болезни, направляют в специальные отели, где заболевшие люди должны находиться в карантине, если им не нужна медицинская помощь, больница, да, все это будет караться наказаниями, депортациями и отказом во въезде в страну на три-пять лет. Так что вот такие уже сатраповские меры сразу же, да. То есть, действительно, в такой ситуации не будет сюрпризом, для меня лично абсолютно, если российские дипломаты, МИД России даже порекомендуют россиянам воздержаться от поездок в Израиль, потому что, действительно, эта ситуация, ну, скажем так, очень жесткая и, ну, как бы, негостеприимная. Тем более россияне этим летом очень многие поехали, те, кто принимают лекарства, да, поехали в Европу. Масса стран открыта, где никаких вообще ничего не нужно, ПЦР-тест сдал и, как бы, и вообще спокойно себе путешествую. Так что поэтому вот такая у нас пока что картина с Израилем. Жесткая, неуютная. И я скажу, что туристов из Америки и Европы у нас пока тоже очень-очень мало. Так что ни о каком возвращении туристического бизнеса, жизни полноценной пока речи, конечно, конечно, нет. О чем можно убедиться, просто прогулявшись по старому городу и увидев, как многие магазины по-прежнему закрыты. Группы кое-где какие-то есть, но даже больше местных групп ходят просто израильтян, которые сейчас, многие приезжают от работы, там им оплачивают, ну, и так далее. А вот, так что вот такая ситуация. Жаль, что я не смогла вас ничем порадовать, но зато теперь вы будете знать все абсолютно точно, проверено из первых уст и абсолютно адекватно. Желаю вам всем, дорогие мои, прежде всего, здоровья и душевного, и телесного, хорошего настроения, несмотря ни на какие плохие новости, пусть нас с вами это все не касается. И, конечно же, оставайтесь с нашим каналом, мы всегда найдем что-нибудь интересное рассказать и показать. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok